Иисус представлен в храме. Его уже посетили при рождении пастухи. Возрадовался Шимон, праведник и Анна, пророчиса. А уж какая радость была у родителей. Наверное, нам трудно даже это описать. Хотя я думаю, что эта радость была отчасти смешана с тревожными ожиданиями. Человеческая память селективна. И даже понимание того, что Мессия должна умереть и пострадать. Наверное, омрачала радость Марии, но не до конца. Потому что ей трудно было об этом думать. И человек выделяет, чтобы жить и чтобы радоваться. И иметь чаяния определенные о своем сыне. Но это не все. Где-то очень далеко, совсем не в земле иудейской, произойдется тоже интересная весть, о которой говорит Матфей. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. И говорят, о где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, интересно, книжников народных, не народных артистов, народных книжников, то есть книжники на самом деле были выходцы из народа, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они рассказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, имея в виду Михея. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводствия Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно признав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их к Вифлеем, сказал, «Пойдите и тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. «И увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью и пав, поклонились ему, и открыв сокровища свои, пронесли ему дары золота, ладан и смирну. И, получив вас не откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». «Вифлеемская звезда». Многие из вас видели эти иллюстрации, она, как правило, шестиконечная или восьмиконечная. Пятиконечная тоже, мне кажется, доводилось видеть. Но интересно, что она названа в Писании звездой Мессии или звездой Христа. Это очень необычная звезда, потому что сначала она движется с востока на запад, потом с севера на юг, и, наконец, звезда зависает каким-то образом над домом в Вифлееме для того, чтобы показать, где же на самом деле живет Иисус. Это не просто звезда, это звезда, которая какое-то имеет отношение к слову «шехина» или «скине» или «скейне» к присутствию Господа Бога. То есть Господь Бог ведет этих волхвов или магов, или чародеев, или мудрецов, слово достаточно неопределенное здесь, и приводит их. Почему же вдруг люди, которые выросли и жили на Востоке, почему вдруг этих магов, чародеев, мудрецов, волхвов вдруг заинтересовал иудейский Мессия? Если мы не задумывались над этим вопросом, нам очень трудно понять, откуда вообще такое рвение бросить все и вся, и отправиться на огромные расстояния ввиду опасностей для того, чтобы поклониться Мессии. Давайте обратимся на секундочку к тексту, который напрямую связан с предполагаемым месторасположением изначальным этих волхвов. И это текст из книги пророка Даниила. Может быть, перед этим надо отметить, часто рисуют, знаете, вот в этих праздничных яснах, когда трое пастухов встречается с тремя волхвами. А почему три пастуха? А почему три волхва? А почему они вообще встречаются? Вообще в Писании ни слова нет о том, что есть какое-то количество этих волхвов. Говорится о том, что принесли им три разных дара, но это не факт, что они несли их на своих плечах. Вполне возможно, что они шли с верблюдами. Написано только в множественном числе волхвы. Это значило, что их могло быть два, двадцать, двадцать тысяч, мы не знаем сколько, но вполне достаточно для того, чтобы привести весь город в смятение. Это очень важный элемент. И уж естественно, волхвы никогда не встречались с пастухами. Потому что пастухи пришли немедленно после того, когда им указал знамение от Господа. Они нашли еще младенца в яснах. А эти же должны были проделать огромный путь с востока. Заметьте, насколько мне известно, в те поры Тель-Вивский международный аэропорт Бен-Гурёна еще не функционировал. А даже если бы да, то средств доставки тоже не существовало. Поэтому надо предположить, и намек есть в дальнейшей реакции Ирода, что по крайней мере они увидели эту звезду давным-давно. И этот путь с караванами у них занял, может быть, даже не один год. Итак, волхвы приходят с востока. И они знают, что должен появиться кто-то, но от кого. Естественным предположением является, что когда-то, давным-давно, за 500-600 лет до того, их праотцы слушали сказанное пророком Даниилом, который говорит в 9 главе. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, и запечатаны были грехи, и заглажены беззаконие, и чтобы времена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, зная и разумея из того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроится улица и стены, но в трудные времена, и по истечении шестидесяти двух седьмин, предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны, и опустошения, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Эти стихи или эти слова были написаны Даниилом в Вавилоне, и, кстати говоря, в Ветхом Завете есть совсем немного мест, написанных на арамейском языке, вот именно это место, как и некоторые куски из книги Эзры и вкрапления в книге Бытье, написаны на арамейском языке, естественно, они должны были сохраниться в сокровищницах или библиотеках, потому что народ вавилонский помнил Даниила, который был в свое время, в общем-то, серьезным избавителем для группы астрологов, когда он толковал сны царя Навуха Доносора. Итак, мы читаем в 24 главе 17 стихе, обратите внимание, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, а теперь внимание, восходит звезда от Иякова и восстает жезл от Израиля и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Но как же они могли обнаружить дом? Естественно, что им это очень трудно было сделать, они дарят символ царской власти, они дарят благовоние, символ божественности, золото, символ царской власти и мир, символ смерти. Поразительно, что Ирод выведывает время появления звезды у них и потому говорит, что надо убить всех младенцев до двух лет. Ирод, это как бы лежит на поверхности, маги приходят к Ироду. Но есть поразительный элемент, который надо понять. Они приходят в Иудею, но они не могут прийти в Вифлеем по той простой причине, что пророчество о Вифлееме было дано позднее пророчества, которое дает Даниил. Поэтому, естественно, они приходят в Иудею, к царю, где должно народиться, и спрашивают место, куда им идти дальше у местных пророков, которые к тому времени уже имели откровение от Михея. Они знают время появления, но им неизвестно место, где родившийся царь Иудейский. Я хочу обратить ваше внимание на то, что говорила еврейская традиция того времени. Мы с вами говорили уже о Мидрашах. Так вот, в Мидраше, который называется Писикта Зута, в разделе Числа, в разделе Балак, говорится, что звезда, очень интересный элемент, должна... Это еврейская, чуть не сказал русская, еврейская народная традиция того времени. Говорится, что звезда должна появиться, обратите внимание, за два года до рождения Мессии. То есть, она должна появиться на пятом году семилетия до рождения Мессии. Но Ирод, идумиянин, абсолютно или плохо сведущий в еврейской традиции, и будучи к тому же еще и параноиком, может быть, даже зная об этой традиции, решает, ладно, за два года звезда появилась, и если их путь занял два года, он решает, как бы на всякий случай, что мы назвали бы благодать на благодать, он решает добавить еще два года, чтобы уничтожить или искоренить любую возможность, даже претензии на его трон, он понимает это, естественно, в эсхатологическом контексте, и потому говорит, когда они приходят в Иерусалим, что надо уничтожить даже двухлетних младенцев. Хотя еще раз я хочу подчеркнуть, по еврейской традиции звезда должна была появиться за два года до этого, и теоретически тогда волхвы должны были прийти приблизительно во время рождения Иисуса. Более того, существует предание, сохранившееся до сегодняшнего времени, о том, что в час рождения Авраами на востоке точно так же взошла звезда, поглотившая все звезды с четырех сторон света, то есть восток-запад, север-юг, точно так же, как это произошло в случае здесь с Иисусом. Ничего нет нового, дорогие братья и сестры. Суть в том, что Евангелие писалось для еврейского народа, по крайней мере у Матфея, для еврейского народа, и оно должно было оперировать теми понятиями, рассказами, представлениями, которые существовало в то время. Мы знаем, что Ирод опасается за свою власть, и мы знаем, что приход волхвов или магов, или очародеев, производит волнение в Иерусалиме. Но Ирод, может быть, не совсем зная предания того времени еврейские, он тем не менее ознакомлен с Торой, и с писаниями. И он знает, что существует некая аналогия, может быть, он проводит, между Моисеем и фараоном. Ведь не случайно же и фараон хотел уничтожить всех еврейских детей в опаске, покушении на свой трон. Матфей сознательно это делает. Он знает, что Моисей в еврейской традиции, поэтому он указывает здесь на некоторые сходства. Вместе с тем, Матфей делает очень интересный, он указывает единственным из евангелистов о том, что должны прийти волхвы с востока. А для евреев это всегда ассоциировалось с египтянами, то есть были магии и чародеи в Египте. Поэтому в данном случае, как бы, волхвы представляли бы собой, с одной стороны, не евреев, но были первыми, кто пришел поклониться. Матфей сознательно, как бы, указывает на то, что да, евреи сначала не приняли как народ, а приняли первыми не евреи. И делает это, как бы, в противовес тому откровению, которое было у Моисея. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Ирод собирает всех первосвященников и говорит, где надо было родиться. Они ему говорят, естественно, в Вифлееме иудейской, и об этом слышат волхвы. И они идут навестить или принести дары, которые, кстати, существует предположение, что наверняка потому, что у семьи Иисуса появились деньги, золото, лаван, мир, то они имели возможность использовать эти средства для того, чтобы убежать в Египет. Но самое последнее, что я хочу сказать в этой связи. Волхвы, которые приходят, они не используют конкретно слово, которое используется в пророчестве Михея. Там есть еврейское слово машаль или машель, которое обозначает вождь, вернее, которое обозначает властитель, владыка. Они используют несколько более смягченное слово. Что-то вроде руководитель, пытаясь как бы сбить паранойю или опасение Ирода. Им это плохо удается, потому что нам известно, что один из римских историков пишет, что в доме Ирода лучше было родиться свиньей, чем сыном. Мы знаем, что он убил свою любимую жену и четверых своих сыновей. Поэтому это был не тот случай, когда таким образом можно было предотвратить неминуемую беду избиения младенцев. Но произошло то, что произошло, и все попытки волхвов и мудрецов все-таки сбить вот эту настороженность Ирода ни к чему не приводит. Ирод вызывает магов и говорит им, чтобы они на обратном пути как бы зашли ему и сказали, где находится мессия. Они этого не делают и, поминуясь Господу Богу, уходят в свою страну. Все остальное нам предстоит рассмотреть на наших ближайших занятиях. Мы вернемся в Иерусалим буквально через несколько минут или часов, в зависимости от того, как вы будете смотреть и слушать и благословлять Господа Бога. Да хранит Он вас! Субтитры создавал DimaTorzok